Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, фитнес-инструктор Дмитрий Ермоленко. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Очень рада видеть вас сегодня в нашей студии. Завидно. Тем более, что тема программы у нас достаточно актуальна. Сейчас лето, и каждый, будь то мужчина, женщина, и в любом возрасте хочет выглядеть красиво, неотразимо, чтобы вслед оборачивались. Вот, Дим, скажите, лето – это время для того, чтобы начать худеть? Нет, это не время, но можно что-то скорректировать, что-то поправить, начать заняться спортом. Ну, к концу лета как бы можно себя привести чуть-чуть в порядок. И уезжать куда-нибудь за границу и там отдыхать, например. Дим, скажите, вот с чего начать худеть, стройнеть, себя подтягивать, с чего стоит начинать? Ну, стоит начинать это с правильного питания, то есть жиры, углеводы, белки и тому подобное. Нужно правильно питаться, ну и, конечно, пойти записаться в тренажерный зал. Либо, если нет возможности записаться в тренажерный зал, можно дома кое-какие упражнения делать. Турник-брусья, отжимания и тому подобное. И всё, пожалуйста. Вот есть люди, которые хотят подтянуть, подкачать всё и сразу. Но это, я думаю, это большинство людей. И когда через несколько недель уже нету результата, думаешь, ну что, я, наверное, что-то неправильно делаю. Вот правильно ли всё и сразу подтягивать? Всё и сразу можно подтянуть, но при этом нужно соблюдать правильный план тренировок. То есть нужно правильный план тренировок составить, расписать дни тренировок. И, конечно, в различные дни тренировок прокачиваются разные мышцы групп. То есть день ног есть, день рук. Но это уже, в принципе, занимаются такие более профессиональные спортсмены, пауэрлифтинги и бодибилдинги. А есть такое то, что пришёл, можно, допустим, разделить на 3 дня, на 4 дня тренировки. Можно на каждый день тренировки разделить. По чуть-чуть, по чуть-чуть это всё даёт всё равно свой эффект. Вот, идя в тренажёрный зал, многие не имеют возможности заниматься с фитнес-инструктором. Можно ли самостоятельно выбрать для себя какую-то определённую группу программ? Да, конечно, можно выбрать. Просто нужно знать, какого ты телосложения. И сейчас всё доступно. Сейчас интернет-сетевое окружение. Там всё, что хочешь, можно найти. Программу тренировок, для себя программу тренировок. Чтобы вам комфортно было заниматься. Если вам это некомфортно, то тоже есть новенькие приходят сразу на большие веса, показать хотят, что он не слабак, и при этом получают травмы. Это большая ошибка. Даже хотя бы, если когда приходят, мы можем всегда подсказать, помочь. Не обязательно тренировки персональные брать. В любом зале есть дежурный фитнес-инструктор. Он всегда поможет, объяснит и подскажет. Дим, вот говоря о типах тела, вы сказали, что надо выбирать именно по типу тела. Эктоморф, мезоморф, эндоморф. Эктоморф – это человек с хорошим рельефом. Ему трудно набрать мышечную массу. Он от природы худой человек. Поэтому для него нужно, кто хочет, допустим, вот есть вот эти люди, эктоморфы, они хотят набрать массу. Не хотят похудеть, а хотят набрать массу. И завидуют тому, у кого есть эта масса. Тем людям нужно питаться больше, чем ежели они употребляют калории за день. То есть больше углеводов, те же тренажерный зал. То есть для них больше восьми повторений на упражнении делать не надо. Почему? Потому что это наоборот сжигает ихние мышцы. И много тренировки не надо. Им срок минут хватает. По восемь повторений на каждом упражнении, по три подхода. Этого достаточно. Мезоморфы – это от природы сложный человек в такой степени, что он как будто атлет. Тем вообще просто. Они что хотят – кушают, что не хотят – не кушают. У них от природы телосложение спортивное. И эктоморфы, они, получается, идут склонны к полноте. То есть люди, у которых замедленный метаболизм, они быстро набирают жиры, тем уже, конечно, нужно употреблять в тренировках больше белка, давать больше повторений на упражнениях и больше подходов. Хорошо, Дим, вот бытует такое мнение, что если хочешь набрать вес, нужно кушать до и после тренировок. А если хочешь сбросить, наоборот, три часа до и после тренировок не кушаешь. Это правильное мнение? Если хочешь набрать вес, нужно кушать всегда. Всегда в том плане, что нужно составить для себя рацион. Допустим, по себе, вот я по себе, я кушаю 9 раз в день, но по чуть-чуть. Я кушаю много, но по чуть-чуть. То есть от силы порция идет 250 грамм, 200 грамм, но я кушаю 9 раз в день. А те, кто хочет похудеть, то есть все должны кушать не меньше 6 раз в день люди. То есть это завтрак, полдник и тому подобный обед, перекусы, перекусы, перекусы. То есть быстрее развивается метаболизм идет. Ну, там уже кто хочет поправиться, больше порции кушает, кто хочет похудеть, меньше порции кушать. Все, от этого нет. Ну и тоже есть свои плюсы до тренировки. Да, желательно часа за полтора, вот так вот кушать за час. Почему? Потому что когда пойдете тренироваться, вам будет тяжело. Там тяжелые, неудобства и тому подобное. После тренировок, конечно, лучше желательно выпить белковый коктейль, либо принять аминокислоты выпить, если у кого есть такая возможность. Те, кто хочет набрать мышечную массу, есть тоже гейнеры, те же самые протеины, либо выпить свежевыжатый сок, допустим, яблоко, банан съесть. Это нормально, кто хочет массу набрать, сразу энергию восполняет. Вот говоря о гейнерах, биодобавках, БАДах, насколько они вредны для организма человека и кому их следует употреблять? Ведь есть не только для набора мышц, есть и сушка тела, да, когда, наоборот, жир проваливается получается. Вот те, кто, если человек, например, склонен к полноте и хочет быстро похудеть, стоит ли ему начинать вот с сушки той же самой? Конечно, можно начинать с сушки, если у него есть масса, и эту массу можно перекачать в мышцы, то есть жировую массу можно перекачать в мышцы. Вот этот жир будет действовать как энергетик, как энергетик, а то, что правильное питание он будет соблюдать, это будет уже идти на рельефность. То есть мы убираем углеводы, убираем углеводы, это крупы, там, хлеб, сладкое, мучное, и начинаем мы сушиться, то есть это делать кардионагрузки, тренажерный зал, и получается то, что вот эти гейнеры распределяются, есть мульти, гейнер, аминокислоты, БЦА. Мульти – это чисто белок, без аминокислот, без всяких добавок, это только белок, от него не поправляешься, только идет мышечная масса, то есть рельеф, это на сушке можно после тренировок, выпиваешь, и получается мышцы восстанавливаются, жир в качестве энергии начинает гореть. Массгейнер – это для тех, кто хочет набрать массу наоборот, то есть там 50 на 50 – это протеины и углеводы идут быстрые для восстановления. Аминокислоты идут для быстрого восстановления мышечной массы. И также БЦА. БЦА у нас белок состоит из 20 аминокислот, 10 заменимые и 10 незаменимые. Вот именно вот эти БЦА, незаменимые аминокислоты, их вообще можно каждый день употреблять, от этого ничего нет. И насчет вреда. Вреда никакого нету от этих БАДов. Почему? Потому что это высококонцентрированный продукт питания. То есть мы когда его выпиваем, он у нас сразу в организме усваивается, все. А если мы употребляем в пищу нормальную еду, не БАДы, на это уходят калории. И в принципе у кого возможность есть БАДы пить, финансовое положение позволяет, без проблем пить. А у кого не позволяет, потому что сейчас на данный момент у нас в стране кризис, доллар поднялся, а это все со границы идет, и поэтому цены очень высокие поднялись. Им что делать? Кушать больше? Варить? Конечно, мясо, рыба. Вот говоря о мясе и о рыбе, на примере вашего рациона, что каждый день должно быть в рационе? Того, кто худеет или наоборот набирает мышечную массу? Кто набирает мышечную массу, обязательно должны быть крупы, это каши, гречка, геркулес, рис, обязательно мясо, обязательно яйца, молочные продукты. Каждый день? Каждый день, кто хочет набрать массу. Кто хочет просто себя в форме держать, уже то же самое, просто там расписываются, считаются калории, допустим. Употребляешь ты 2500 в день калорий, организм потребляет, плюс там еще какие-то физические нагрузки, тому подобное. Это все подсчитывается, и допустим, ты 5-6 раз в день кушаешь то, что тебе положено. Кто хочет похудеть, тоже в принципе и мясо, и рыба, просто убираются быстрые углеводы, то есть мучные продукты, сладкие продукты, из овощей кое-какие продукты убираются. Почему? Потому что в некоторых овощах содержится крахмал, а крахмал забивает стенки желудка, и получается то, что плохое усваивание идет. Что касается питьевого баланса, сколько нужно выпивать в день воды? В день нужно выпивать 2 литра воды. И мужчинам, и женщинам? Да, и мужчинам, и женщинам, без разницы. Почему? Потому что без воды, тем более тем, кто худеет, они убирают углеводы, и получается у нас идет продукт распада белка, оседает в почках, тем более нужно пить воды побольше, 2-2,5 литра воды в день стабильно. В тренировочные дни до 3 литров, потому что мы когда тренируемся, идет физическая нагрузка, мы потеем, теряем воду, соответственно. Дим, сегодня очень много дельных советов вы нам дали в плане диеты и упражнений. Конечно же, мы не можем отпустить вас без упражнений, которые вы нам сейчас покажете. Хотелось бы, чтобы вы сделали упор именно на те упражнения, которые можно делать каждый день. Сейчас я вам покажу несколько упражнений, которые вы сможете сделать в домашних условиях, чтобы поддержать физическую форму. Это делается до завтрака. В принципе, можете сразу встать и сделать эти упражнения. То есть вы сперва встаете, как бы сказать, вытягиваетесь. Почему вы вытягиваетесь? Потому что у вас позвоночник должен растянуться, мышцы встать на место. Все хорошие качества этого упражнения. И начнем с приседаний. Здесь задействуется спина и мышцы ног. Присели и на выдох встали. Опять присели, встали. Делается по 20 повторений. Три подхода достаточно для того, чтобы держать в тонусе поясницу, ноги. Теперь я вам хочу показать отжимания. Есть отжимания широким хватом, есть узким хватом. Широким отжимания делаются для грудных мышц. Узким хватом делается для того, чтобы подтянуть трицепс руки. Допустим, ложимся, встаем на руки, ноги вместе, тело прямое, отпустились вниз к грудью, касаемся пола, наверх делаем выдох обязательно. Здесь работают грудные мышцы. На трицепс мы делаем хват уже и у нас локти уходят по корпусу. Уже не в стороны, а по корпусу. Также на выдох. Эти упражнения делаются также по 20 повторений. Три подхода достаточно. И в конце я вам покажу пресс. Сейчас берется повлик, ложимся, ноги подгибаем под себя наверх, руки на виски. И также скручивание делается не полное поднятие, а просто поднимаем плечи наверх и все. Достаточно. Вот таким образом. Также делается это. Три подхода между подходами перерыва в секунд 20 достаточно. И в конце можно подержать планку. То есть встаете на локти, засекаете время, тело ровное, ягодицы вниз не прогинаются, параллель держим. И где-то секунд 30 минуту, ну, с каждым днем можно увеличивать время. Тем самым улучшаем мышцы кора. Эти упражнения займут у вас с утра максимум 10 минут, 15. Но они помогут вам держать себя в хорошей физической форме. Всем здоровья, удачи, занимайтесь спортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин